Черногория открыла границы для россиян. Там посчитали, что наша страна безопасна с точки зрения коронавируса. Напомню, что с 1 августа также возобновлены авиасообщения в три страны. Россияне могут отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию. Но все эти поездки, по мнению специалистов, могут вызвать вторую волну коронавируса. Слухи о том, что осенью в России снова могут ввести ограничения, ходят уже давно. Даже есть определенное число, 20 сентября. Ожидать ли вспышку в России и в Кирове, попыталась выяснить моя коллега Евгения Бакина. Женя, будем ли мы снова сидеть на карантине? Дима, вторая волна, возможно. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в мире, что происходит. Сегодня стало известно, что вторая вспышка накрыла Германию. Опасения подтвердила и глава профсоюза немецких врачей Зузанна Йона. А всему причиной, по мнению медика, не соблюдение правил безопасности. Но есть и плюсы. Эта волна слабее первой. Так как система здравоохранения готова к больным. Свои опасения насчет пандемии выразило и правительство Франции. Власти ожидают всплеск эпидемии, правда, осенью и зимой. Женя, а что с заболевшими? Ну, если говорить по численности, за последние три дня коронавирус выявили у 3000 французов. А число пациентов в отделениях интенсивной терапии снова стало увеличиваться. Поэтому власти усилили масочный режим. Но пока вдруг в двух городах это Лиль и Ницца. Эти же опасения выразил Минздрав Украины. Они прогнозируют вспышку на осень. Ужесточение возобновили и в Москве. Теперь горожане и гости города обязаны быть в масках в метро. Без средств защиты могут оштрафовать на 5000 рублей. Но второй волны нет, утверждает мэр Москвы Сергей Собянин. Ситуация в Москве достаточно стабильная. Вы говорили о том, что за месяц показатели снизились выявляемости на более чем на 7%. Нет смысла говорить о второй волне. Россия еще не преодолела первую. Так считает специалист по профилактической медицине Иван Рясик. Но осеннюю вспышку он не исключает. В том числе в Кирове. Она может возникнуть из-за сезонных заболеваний, ОРВИ и гриппа. Поэтому терять бдительность кировчанам не стоит. Подготовить организм каждого человека к возможной встрече с коронавирусной инфекцией с крепким иммунитетом. Если человек не будет забывать, например, о поливитаминах, в том числе природного происхождения, которые могут быть получены из массы растительных источников, из хвои, из шиповника, из ягод, предположим. Если мы не будем забывать, например, о витамине Д. Женя, что известно, бизнес может пережить вторую волну? Что говорят предприниматели? Если вторая волна в Кирове все-таки будет, и власти ведут подобные ограничения, как это было в марте и в апреле, то просто малый бизнес рухнет. Поэтому выживут только крупные корпорации. Поэтому эксперт Валерий Туруло считает, что нужно идти по пути Белоруссии. Угрозу снизить и сказать, ребята, ничего страшного нет, но все зависит от тебя. Правильно себя ведите, делайте, не снижаем активность, работаем, в случае с заболеванием не паникуем и так далее. Все, тут же вирус отстанет. Тут же. Это называется коллективный иммунитет. А ожидают ли кировчане вторую волну? Мы спросили у них самих. Мне кажется, что нет. Все уже, мне кажется, готовы дальше жить, обычной жизнью, поэтому не поведутся на это все. Я сам им переболел, этим коронавирусом, и поэтому, кто этого не коснулся, он вообще считает, что его нет. А кто этого коснулся, он просто не представляет, какие цифры в нашем городе. Это все замалчивается. Вторая вспышка однозначно будет. По осенью все вирусы обостряются, и в связи с этим, возможно, вторая волна. Почему? Потому что люди не соблюдают элементарных правил, ходят без масок. Поэтому, Дима, нужно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, конечно же, обрабатывать руки, и не забывать про маски в общественных местах, что я сделаю после эфира. Отлично, спасибо, Женя. Будем надеяться, что обойдется, и второй волны все-таки не будет, но мы продолжаем. Спасибо.